девочки всем привет сегодня у нас будет видео про мои покупки ароматов знаете я надеялась что я успею снять два видео сегодня но наверное не получится потому что уже темнеет и наверное я тогда лучше затяну видео посмотрим может быть 30 минут а как получится так давайте продолжим знаете перед тем как я начну показывать мои поздние покупочки я вспомнила что я вам забыла показать один аромат который купила летом я засняла распаковку хотела вставить его волок но что-то пошло не так и у нас дождь на походу дождь значит завтра тоже будет дождливая погода ладно не важно сори отвлекаюсь и что-то пошло не так короче я удалила это видео я не помню почему видео само было нормально но уже не помню и так он мне затерялся потому что в голове у меня было что я сняла вам показала а на самом деле не показала я специально заказывала с amazon electric фэнтези эта новинка 21 года до старого я тоже хотела урвать флакон и он у меня уже был в корзине но его у меня не дождался он зарплаты его унесли с под носом история такая была что в этот день было очень жарко это был летний день не помню когда я не помню когда я его покупал то ли август и видимо моя коробочка там был всего лишь один аромат лежала у водителя на переднем сиденье температура была за 30 все время на него падала палящее солнце и он мне пришел горячим я конечно вообще прифигела все равно мне хотелось распаковать его и вдохнуть в себя но он не он пах ничем то есть под разогревом я думаю ну все аромат испортился наверняка но я дала ему постоять и где-то через недельку он начал приходить медленно в себя то есть на 100 насколько вот этих горячих температур конечно точно для ароматов и то потом потом уже все стало лучше единственное что лет закончилось он когда он уже пришел в себя аромат и да он будет ждать уже у меня следующего лета посмотрите какая красивая бутылочка конечно на сайте еще красивее то есть я не знаю как вам показать какой фон сделать чтобы вот белый наверное так будет наверное лучше видно но девочки просто уже начинает темнеть и он такой прозрачный очень даже прозрачный к аромату он фруктовый легкий это о да туалет то есть я тут не ожидала какой-то парфюмерного шедевра просто хотелось вот поливал очки для лета и вы знаете к сожалению он на простоват это в общем то неплохо на жару им будет приятно пользоваться аромат тропические но не такой тропические как например ароматы искада или те кто делают аромата под искадом не такой тропический он более сдержанный более такой мягкий нерезкий да это электрик фэнтези я еще раз повторю сладкие но не переслащенные то есть из всей серии фэнтези таких именно летних лимитов пока что а у меня только два у меня только два из этой серии и благодаря веке я пробовала еще один какой-то надо надо вам показать все эти вантики которые мне века прислала не тут был слаще и моя газировка тоже слаще чем это то есть этот боль мягкий фруктовый однозначно свежие вот да вот свежести в нем больше но он не акватически ничего такого просто вот это тропическая сладость более свежая чем иногда можно сделать ее мягкий пряны нет ванильный то чувствуется немного ваниль но это такая именно именно летняя ваниль вы от нее не задохнетесь вот не то что у меня алисия эшли какой там аромат коко ванила ох тут конечно да на такой крепкий нос пудровый нет белые цветы может быть амбровый фруктовый значит давайте двадцать первый год я уже сказала пирамида очень простая маракуйя розовый перец вот маракуйя да и она если вы вспоминаете вот какой на аромат какая маракуйя она довольно свежая она не переслащенная то есть ею действительно можно съесть фрукты освежиться розовый перец это так не чувствую хотя может быть он есть потому что есть какая-то такая игривость гелиотроп жасмин чувствуется очень легко бензоин и абраксан смотрите здесь фанилии вообще-то нету по пирамиде интересно и маракуйя только один фрукт сейчас я вдыхаю девочки я бы сказал что здесь еще есть что-то из фруктов потому что маракуйю так вот отдельно сказать о здесь пахнет маракуйя я не могу вот такой вот аромат девочки буду носить следующем году и вам тогда расскажу какой он именно в носке сейчас он затеряется я его на себе навряд ли буду слышать и просто испрыскивать на себя аромат я не хочу но рада что он мне появился хотелось бы еще меня так поразила именно моя газировочка глиттер фэнтези что я поняла что мне хочется и вот эти серии фэнтези о да туалет которые лимитки выпускаются но они не все до нас доходят и быстро разбираются так давайте дальше к следующему аромату это вот уже более такой новый заказ новые относительно да у меня месяц наверно лучше лежит девочки шика и сима от ульрик де варенс была хорошая цена но у моей подружки был золотой тот который по моему продается тем у нас до сих пор он видимо много люби многими любим и покупать хорошо он там продается я его не люблю я его не люблю то есть на подружке конечно классно звучит на ней все ее ароматы классно звучат мне нравится но я и не воспринимаю этот аромат когда кто-то чем-то пахнет я воспринимаю аромат вместе с человеком да поэтому конечно меня вполне устраивает как ароматы пахнут на других но себе бы я не купила я отметила что тот золотой такой помадный мощный не могу сказать что сложный но он не простой в носке ну нужно такое любить ну и конечно вот дизайн очень миленько все не написано фрагрантики какого он года выпуска но по отзывам девочек по отзывам видимо тоже из двухтысячных когда-то из начала хотя пахнет он вполне себе на мой взгляд современно распылитель шикарный он пудровый это сладко-цветочно-фруктовая пудра очень яркая очень о запах классный очень классный они интенсивные нет ничего помадного аромат мускусный аромат сладкий она слегка сладкий цветочный и животные даже это интересно и розовый розу пока я тут вообще не чувствую девочки я бы сказал какие угодно цветы только не роза вот белые цветы здесь не уточняется жасмин и роза амбра видимо в базе и мускус я думаю в базе он на смотрится очень собранно напоминает мне опять же таки какую-то отдушку отдаленно напоминает red jeans аромат но очень отдален то есть они в одном направлении просто похожи они пудровостью вот этой косметическая душка немножечко между собой похоже но тот он другое он более такой терпкий более насыщенный этот легче этот будет намного легче шикарный аромат приятно будет его сейчас носить на работу но в общем-то я бы сказала что он скорее весенний весенний или на бабье лето такое на начало осени смогла бы я его носить летом может быть но у меня есть для лета другие ароматы может быть может быть аромат очень приятный его сравнивают с давида вы знаете до сих пор не попробовал аромат давидов надо будет как-нибудь магазин затестить ну не знаю больше людей говорят что не похоже на ст депон роуз говорят что похоже но пока мое первое впечатление не первое второе ладно я его уже пробовала розы я тут так не чувствую и верона от сеслей или ну это одна фирма там просто дочерняя это говорят что на верону похоже кто-то вот утверждал ну может быть аромат покупала очень бюджетно он стоит где-то от 10 до 15 евро примерно за 75 миллилитров я не знаю это вода парфам девочки вода парфам классная парфюмерная водичка обязательно возьму ну как не буду неделю на для работы для работы такие ароматы у меня не теряются я очень люблю их носить потому что душить сложными ароматами я на работе не люблю хотя бывает вот намазом наношу такие а-ля ретро ароматы бывает мне такое но я считаю что если намазом их наносить они без шлейфа и то есть я никого не тушу там так девочки 10 минут рассказала вам только про один аромат да нет 2 аромат про два аромата вам рассказал хватит я отложу чтобы не путал не путал меня следующий аромат девочки я не покупала вслепую это был мне вика с канала ежевика прислала отливантики и когда я вдохнула эти ароматы я многие из вот это посылочки многие занесла в вишлист потому что они мне очень понравились у вики вообще классный вкус я постараюсь оставить на нее ссылку потому что у нее чуть-чуть отличается вкус от моего я в общем-то всеядная ей не часто нравятся ароматы которые нравятся мне то есть очень избранный вот какой аромат это был это был экля фамвыкан я конечно не могла его долго купить потому что на тина на арифлейм порой задирает цены а мне хотелось купить его где-то до 15 евро то есть я считаю что за 50 миллилитров вот они где-то до 17 евро это их цена девочки какой прекрасный аромат он свежий он мягкий он немного холодный но не ледяной это не акватика здесь есть небольшая пудровость небольшая кремовость это это такая прелесть у меня конечно когда я получила этот аромат и первый раз вдохнула хотя это дань не слепой я носила от ливан твики я знала что я получил у меня было такое громадное желание пойти купить еще 50 миллилитров потому что это о да туалет да и девочки такое можно сносить запросто вот если сделать взять его на всю неделю то я думаю что его можно запросто ополовинить много конечно пшиков тут не надо стойкость у арифлейм у ароматов очень неплохая 3-4 часа на одежде они запросто сидят единственное что они потом начинают либо в шлейфе заметные так они сидят ближе к телу но это и приятно это здорово как ароматы на работу вы никого не задушите а от вас будет просто невероятно приятно пахнет так давайте к аромату какой он а то я вам сказала свои впечатления его хочется вдыхать и вдыхать девочки это экля фам уикенд фруктовый цветочный цитрусовый зеленый сладкий пудровый мускусный мягкий пряный свежий древесный знаете ну мне сложно вот это вот все перенести на него потому что пахнет он очень приятно и нотки не выделяются 2015 год натали натали лорсен парфюмер девочки да кремовая душка немного пудровости что-то такое нежное приятное напоминает работа натали лорсен из серии артистик у эйвен вистерию и вистерию и нимфеи да девочки чувствуется вот рука почерк натали лорсен значит какая здесь пирамида персик бергамот красная смородина но все это так прозрачно так нежно фрезия какие-то травки и роза но здесь трава наверное именно знаете мускус зеленый вот так я бархай охарактеризовала фрезия здесь не яркая роза не ярко и вот какие-то древесные ноты ну вот как я вам описала этой прекрасный охлаждающий аромат невероятно женственный однозначно рекомендую девочки к покупке не пожалеете если если вам нужно что-то такое легкое на работу замечательно и кстати это я так понимаю перевыпуск этого аромата потому что здесь стоит чуть-чуть друг чуть-чуть другой флакончик такой в общем то они выпустили похоже только вот это более округлая а тот вот этот именно квадратный все говорят что да очень похож и еще струсарди донна его сравнивает кто-то ну наверно кто-то у них у тут роза ну к сожалению я так роза ярко не чувство может быть это и к лучшему так следующий аромат и цены были сразу приятные на оба аромата это экляфа я тогда подумаю блин куплю сразу два судьба значит такая вот это получается фланкер вот этого аромата да то есть этот выходил первый красивое оформление вообще у арифлейм очень элегантные флаконы часто лаконичные либо с какой-то хотя там есть там есть более вычурнут но очень часто вот именно такие женственные лаконичные этот аромат я вдохнула и влюбилась и вы знаете что отдаленно отдаленно он мне напомнил хотя он более легкий в носке и он мне напомнил персив персив в раскрытии когда он уже на одежде высохнет вот сразу понимаю что это что-то что-то из двухтысячных начал двухтысячных так вот какой аромат опять же таки немного пудровый для меня он однозначно больше цветочные чем фруктовый хотя я могу ошибиться сейчас посмотрим вместе но они конечно отличаются совершенно то есть покупая один не переживайте что у вас будет полон другого вот этот более нежный наверно в сравнении вот это даже опять на рад джинс немного уходит какой-то одной двумя нотками они похожи это более терпкий вот этот более нежный уикенд он звонкий он яркий женственный но очень яркий и мне кажется что он будет больше шлифить но посмотрим посмотрим значит так экля экля гуман пудровый да белые цветы фруктовый фиалковый древесный мускусный розовый сладкий цветочный мягкий пряный 99 год девочки 99 персив отдаленно отдаленно я хочу сказать что это отдаленно так и парфюмер ваилен давид я тут неудачно сфотографировала не вижу мужчина или женщина так какая конечно здесь побогаче пирамиды чем у того абрикос малина цитрусы и черная смородина верхах все это ярко но потом вам в ароматной неделе расскажу чувствуя какие-то отдельно ноты или нет пока нет средние ноты цветочные лилия фиалка роза жасмин и рис не знаю девочки не знаю белый мускус амбра ваниль сандал кедр не хочу ориентироваться на пирамиду потому что пирамида не отражает того что я чувствую пудровость звонкость яркость цветочность немного фруктовости но все смотрится вот так вот вместе тот конечно более нежный более деликатный это такое наглова ты наглова ты по сравнению с тем но арифлей вообще варифлэм классные ароматы девочки обратите свое внимание но по бюджетной цене я считаю конечно за 30 евро я бы не стал их покупать и даже за 25 не стала покупать мне кажется что это ароматы где-то от 14 до 17 18 евро их можно брать а выше ниже всегда выше нет слишком они простоваты так девочки я все становлюсь темнее темнее 20 20 минут отключиться сделать вторую часть наверное так и сделаю девочки четыре аромата прям классика уже какая-то по 4 аромат вам рассказывал будет 2 части но и там наверное буду еще темнее чем здесь ну где-нибудь на 10 12 минуточка задержу вас девочки до 2 части всем хорошего дня и пока пока